Предложил помочь донести сумки, сказал, что электрик, войдя в квартиру, напал. Подозреваемый в избиении пожилой петербурженки отправлен в СИЗО. Игорь Иванов подробно расскажет. Кавалергарская улица, 3 часа дня. К пожилой женщине подходит молодой человек. Предлагает помочь донести пакеты до квартиры. Войдя в дом, он ударит блокадницу кулаком в лицо. Что вас погудило на данное действие? Деньги. Ему 33 года, он старается прятать глаза. Но объектив камеры оперативников поймал его взгляд. На правой руке татуировка, крест и надпись «Перс». Среди возможных значений, стремления к достижению цели – мужественность. Но в его биографии из достижений пока только избиение старушки. И самая популярная в последние годы статья. Правильно судимые были? Да. Какой статьей судимые были? В 2008, часть первая. За плечами 228-я наркотическая статья. Впереди 161-я. Грабеж. В квартиру пенсионерка его впустила сама. Ведь он представился электриком. Предложил починить розетку. По дороге к дому выяснилось, что его зовут Игорь. Что он строитель. Я спросил, может ли он работать как электрик. Он согласился. Случайный знакомый осмотрел розетки, выключатели, телевизионную антенну. Затем резко повернулся и нанес удар. Неожиданно ударил меня по лицу и сорвал цепочку с крестиком и медальоном. Придя в себя, я позвала полицию. Полицейские отследили грабителя по камерам видеонаблюдения. Хоть мужчина пытался замести следы. Действовал в стиле шпионских триллеров. После нападения он зашел в поликлинику. Там переоделся в другую одежду. И спокойно вышел. Оперативники задержали его через два дня. По статье «Грабеж» ему может грозить до семи лет лишения свободы. Продолжение следует...